Парк Качановка Парк Качановка Парк Качановка Именно в Качановке под дубом творил Шевченко свой кобзарь. И именно здесь оставил в подарок свою монументальную Катерину. Парк Качановка Парк Качановка славится и тем, что ее посетило немало известных людей. Здесь в разное время жили, творили или гостили у владельцев имения Тарас Шевченко, Николай Гоголь, Михаил Глинка и Леарепин. Между прочим, одним из хозяев усадьбы был род Тарновских. Они были известны далеко за пределами украинских земель и владели невероятными доходами. Глинка Глинка, естественно, писал оперу Руслана Людмила. А Репин искал типажи для своего знаменитого полотна. Казаки пишут письмо турецкому султану. Среди обитателей Качановки, так что на картине в образе казаков, можно увидеть хозяина дома, его друзей и прислугу. Но спустя какое-то время у мецената Тарновского закончились деньги. И в 1897 году Качановку продали сахарозаводчику-миллионеру, который оборудовал поместье для своей дочери и ее мужа. Провел водопровод, электричество, сделал ремонт. Молодоженам жилось там неплохо. Пока после известных событий усадьбу не национализировали. Сначала тут сделали детскую колонию, в годы войны госпиталь, после противотуберкулезный санаторий. И только в 1982 году Качановку признали исторически значимым местом и дали ей статус заповедника. В палаце лежит книжка, в которой расписывались известные люди. Сначала расписались Тарновские, потом Пушкин, Шевченко и другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Я думаю, что видео вам понравилось. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.